здравствуйте уважаемые пользователи фонтанки офис меня зовут федор погорелов и мы продолжаем совместный цикл передач посвященных трудоустройству и работе совместной с компанией headhunter.ru лучшая работа в мире и сегодня мы будем беседовать с аленой мастеровой алена в москве поэтому она с нами по skype она руководитель направления академия группы компании headhunter алена здрасте замечательно мы будем говорить сегодня об образовании пока об образовании как о том факторе который влияет в некоторой степени на трудоустройство при том что мой научный руководитель когда-то говорил мне надо сказать это было единственное в чем оказался прав что диплома у тебя феди никто не спросит при приеме на работу тем не менее в 2016 году понятно что доп образование разнообразные образовательные программы это то конкурентное преимущество которое индивидуальный работник может грамотно конвертировать на рынке труда поэтому собственно мы начнем с базовых вопросов алена онлайн обучение за рубежом понятно да уже лет пять я думаю качает а может быть даже и больше гарвард сэнфорд работают таким образом со студентами университета где я учился сиракузский университет предлагает мне онлайн-курсы как выпускнику как с этим дело обстоит в россии первые проекты по онлайн образованию возникли 90-е годы еще двадцатого века а взрывной рост принято считать с 2011 года с момента запуска юдасти курсера и и декса несмотря на то что достаточно долго за рубежом стартовал рынок онлайн обучения он привлёк достаточно большое количество инвесторов порядка двадцати миллионов человек на западе сейчас являются слушателями онлайн на курсах онлайн образования в россии чуть-чуть иная ситуация в россии последние наверное три года активно развивается онлайн образование причем как корпоративное так и для физических лиц так и для пользователей которые в общем-то для себя учатся более 50 площадок разной направленности с контентом разного качества у нас существует сейчас в россии есть площадки общего профиля есть площадки которые осваивают корпоративный сегмент есть академические знания такие как универсариум лекториум тв и так далее есть площадки направлены на дошкольное образование на школьное образование на студентов языковые площадки такие как lingua leo study.ru есть агрегаторы есть жестко программистские истории это когда действительно отдаются курсы по инженерным практикам программирования по методологии методологиям разработки но есть курсы направленные на помощь школьникам сдавать егэ вот порядка семи миллионов жителей россии хотя бы один раз проходили обучение онлайн и 78 процентов слушателей вообще онлайн образования занимаются изучением языка для изучения языка онлайн очень хорошая возможность общаться с носителями языка не выезжая словно из своей квартиры вот преобладает безусловно в российском бизнесе платная модель хотя среди пользователей наиболее популярные бесплатные проекты такие как как раз универсариум еще есть одна модель монетизации это бесплатный курс и бесплатный контент но сертификаты за деньги очень много наших российских пользователей пользуются таким ресурсом как курсера последнее время появляются на курсере русскоязычные курсы не только англоязычные но естественно курсами университетов таких как гарвард стэнфорд уортон и другие тоже активно пользуются российский рынок на самом деле является одним из наиболее растущих и наиболее привлекательных в мире и на 2017 год предполагается что рынок онлайн образования в восточной европе и азии будет расти и с темпами 18 процентов за год это самый большой просто среди других регионов в мире и в первую очередь рост этот предполагается за счет как раз российского рынка все объективно и думаю что объяснять наверное даже не нужно почему российского рынка наша территория необъятная она позволяет развиваться рынком на образование с очень высокими темпами роста я думаю что здесь еще просить что пребываю важно то что телеком разбивается как никогда конечно и мобильный интернет что тоже очень важно очень активное развитием и мобильного интернета теперь я удобно из мобильных телефонов заходить в любом месте проходить обучение и да действительно телеком развивается очень активно интернет протягивает везде где только можно сейчас сложно представить место где нет доступа в интернет поэтому естественно на россию стали делать большие ставки и все игроки рынка и западные и российские в целом россии не так много сейчас игроков это 13 площадок которые нацелены на развитие обучения школьных студентов и просто физических лиц где-то 3 игрока которые предоставляют хороший качественный контента для корпоративного образования и где-то 10 площадок предоставляют контент широкого спектра в основном это конечно языковые школы и лидером среди них не побоюсь назвать является лингва лео которая имеет 9 миллионов пользователей ну неплохо 9 миллионов это много так что лингва лево впереди планеты все абсолютно объективно а там там только английский или что-то еще нет но при этом это возможность обучаться с носителями возможность любом любое удобное время в любом удобном месте учиться практиковать язык погружаться в среду помимо языковых да да понятно давайте сейчас пробежимся по рынку с языками понятно а что еще риторика лидерство курсы по лидерству по личному развитию ой 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 алена алена а вы вернулись здорово то есть не только не узкопрофессиональные какие-то курсы которые действительно дают фундаментальное образование да все же сложно представить себе наверное врача закончившего медицинский вуз онлайн ну есть нюансы конечно да хотелось бы что все-таки в анатомичке он посидел какое-то количество времени я пожалуй не пошла наверное побоялась пойти к такому врачу и таких профессий достаточно много не будем их перечислять но тем не менее какие-то навыки именно касающиеся повышение своей эффективности они вполне допустимо использовать и получать их онлайн дистанционно это безусловно тайм-менеджмент так популярное когда-то слово сейчас наверное сложно представить себе человека который не знает что это есть есть реальные онлайн курсы по тайм-менеджменту конечно у нас в академии не побоюсь этой небольшой рекламы тоже они есть достаточно интересные сама проходила честно и как реально мали скин ваш стал выглядеть иначе знаете скорее какие-то практически навыки по использованию планировщиков по распределению своего времени по приоритизации задач да действительно это помогает делать какие-то упражнения для себя по оптимизации своего времени один пример приведите пожалуйста вот например смотрите есть курс который длится 4 минуты называется он как делать неприятные задачи 4 минутная лекция это очень знакомая проблема как делать неприятные задачи в этом курсе неприятные задачки сравниваются с лягушками вот и подводит курс к тому что лягушек надо есть на завтрак неприятные задачи соответственно решать с утра чтобы не откладывать и в долгий ящик и такая вот такой вроде маленький совет маленькая рекомендация маленькая история созданная вот спикером она дает инсайд какой-то потому что ну вроде как все понятно что да надо сначала сделать то что неприятно ты тот то чего не хочется нам постоянно об этом забываем и мы всегда откладываем это на потом стараемся все это делать вечером и весь день об этом да понятно и психологическое давление совсем другая картина да а так с утра избавились и для того чтобы нам легче было избавиться с утра от неприятной задачи нам их сравнивать с лягушками и говорят что лягушек принято есть на завтрак неприятная задачка решать с утра так тайм-менеджмент языки лидерство риторика что еще ну безусловно презентации навыки презентации как создавать презентации в стиле тет например да какие-то интересные игровые яркие как использовать storytelling вплетение истории из жизни из опыта в свою презентацию в то о чем вы говорите безусловно то есть это такой базовые навыки питчинга очень хорошо работает онлайн тренажеры для продаж от для менеджеров по продажам тренажеры для проработки именно возражений для работы с возражениями тренажер для проработки каких-то скриптов которые даются для call-центров например как разговаривать с клиентом о чем спрашивать о чем не спрашивать при этом тренажер онлайн дает возможность потренироваться условно на окошках а не на живых клиентах. Без потенциальных потерь клиентской базы. Да. Вообще, на самом деле, мы проводили исследование того, какие темы хочется пользователям изучить. Если интересно, то основные, конечно, их пожелания, это темы, связанные с фундаментальным образованием, это пожелания пользователей. Но, к сожалению, то, о чем мы говорили, врачи и другие профессии, мы не можем никак обеспечить получение этих знаний и навыков онлайн. И не надо, наверное, все-таки. На втором месте это тема изучения иностранных языков. На третьем, как мы уже только что предвосхитили, это личностный рост. На четвертом темы, связанные с управлением персоналом. HR, рекрутмент, возможность работать с подбором, как размещать вакансии, как искать людей, как проводить собеседование, как проверять человека с помощью разных служб. Такие курсы тоже есть. Слушайте, а какие форматы существуют? Говорящая голова, игры? Ну да, это самый, наверное, распространенный, говорящая голова, когда спикер транслирует что-то и крутится еще презентация. Такой формат достаточно сложно воспринимать, если это длительная лекция, ролик, например, какой-то. Ну вот у нас в той же академии есть курсы, для которых длятся по 6-8 часов. Представляете, сесть и 6-8 часов слушать курсы нереально. Поэтому мы разбиваем, согласно трендам и тенденциям в мире, все эти крупные и большие курсы на небольшие лекции. Получается такой микроливонинг, то есть одна лекция длится от 5 до 20 минут максимально. Соответственно, лекцию посмотрел, выполнил тестовое задание, смотришь следующую лекцию. И таким образом в целом ты тратишь 8 часов, но не подряд, а в то время, когда тебе удобно это сделать. Помимо этого, безусловно, есть форматы презентации. Ну, стандартно, то есть что, проще всего посмотреть онлайн, какие-то презентационные материалы. То есть что-то, какой-то текст, который нам дается в формате презентации. Помимо этого, есть мини-курсы, вот я приводила, например, про неприятные задачи 4-х минут с отдельной темой, все полностью сделано. Есть форматы, которые позволяют тренироваться. То есть это прям тренажеры, бизнес-кейсы, которые погружают тебя в ситуацию, добавляя элементы геймификации. Да, но это ролевая игра, по сути. Да, то есть даже, знаете, может быть не столько ролевая, сколько вот мне они-то напоминают компьютерные игры. Когда тебе представляют персонаж, и ты от лица этого персонажа что-то делаешь, ты выбираешь какие-то действия. От твоего выбора зависит дальнейшее развитие ситуации. Да-да, это классическое определение ролевой, классическое описание ролевой игры в компьютере вы сейчас привели. А ролевая игра из 50 оттенков серого – это совсем другое. Ну вот, да, точно. Поэтому больше вот компьютерные ролевые игры, стратегии такие. Помимо этого есть возможность записи, мы условно это называем бизнес-стимуляцией. То есть это моделирование ситуации, которая может возникнуть в реальной жизни. Вот опять же, возвращаясь к тренировкам на кошках, а не на живых клиентах, без реальных потерь. То есть это возможность послушать некий видео-вопрос, который тебе задают. То есть такая уже имитация взаимодействия с тренером. Дальше записать свой видео-ответ и получить от тренера, от спикера обратную связь по твоему ответу. Плюс твой ответ еще оценивает компьютер. Волшебное в последнее время слово машин-лёрнинг. Мы тут тоже используем. То есть научили машину распознавать речевые якори. Машин-лёрнинг? Да-да-да, машин-лёрнинг такая вот интересная штука. Хорошо. Этот компьютер распознает речь и согласно лингвистическому анализу текста, речи, он, соответственно, дает оценку тому, есть ли речевые ошибки, как человек устанавливал контакт, как он быстро ориентировался в ситуации и так далее. Вот такой интересный формат. Безусловно, есть прям совсем игры, в которые включают сразу несколько человек. Опять же, наверное, назовем это теми же ролевыми играми, по аналогии с компьютерными. Но коллективными, да. Коллективными, да, безусловно. Ну, наверное, это основные форматы, которые используются, сейчас активно включают виртуальную реальность. На Западе об этом много говорят. Виртуальная реальность позволяет, не знаю, стать участником каких-то исторических событий, попробовать почти потрогать какое-то физическое, не знаю, явление. Понятно, где налажал Наполеон при Батерло? Да, безусловно. И вот активно использовать виртуальную реальность. Я сама попробовала на днях потестировать курс, который мы разрабатываем тоже. Курс по ведению переговоров в шлеме, все как полагается, в этих волшебных очках. Меня снимали на видео при этом. Картина со стороны выглядела пугающе, потому что я махала руками, мотала головой в разные стороны. При этом у меня на глазах чудовищная конструкция. Но, тем не менее, достаточно интересно. Ты оказываешься внутри фильма 3D и что-то еще там делаешь. Очень круто. Ну да, понятно. А Кулюс Рифт, я думаю, повлияет очень сильно на разные области знаний. А какие тренды можно выделить в онлайн-обучениях сейчас? Вот вы заговорили, что обязательно говорящая голова должна быть. Это не обязательно, это скорее реальность. Да, классика. Да, классика. Потихонечку от этого уходим, добавляя новые форматы, но не уйдем совсем. Тренды, наверное, следующие. Сотрудники в компаниях, если мы говорим о корпоративном образовании, перестанут быть пассажирами, которых куда-то везут и контролируют их направление. Они стремятся все-таки участвовать в диалоге относительно своего обучения, своего карьерного развития. И стремятся как-то влиять сами, выбирать то, чему они будут обучением. Второе, все больше компаний начинают составлять какие-то свои базовые программы из разных-разных курсов, разных провайдеров, собирая все это как конструктор из кубиков. И, безусловно, одна из основных тенденций – это сотрудники и вообще любой человек хотят иметь самостоятельный доступ к тому каталогу контента, который им предоставляется. В любое удобное время, в любом удобном месте, с любого удобного им устройства, независимо от обстоятельств, каких-то временных ограничений и так далее. Основное, наверное, я бы еще хотела добавить, есть условно пять трендов, с которыми мы сталкиваемся в реальности. Никуда от этого не деться. В первую очередь, это смешанное обучение. Мы, тоже как проект, созданный для того, чтобы продвигать онлайн-образование в массы, мы ни в коем случае не говорим, что онлайн и все. Мы говорим о том, что онлайн – это дополнительный инструмент, который позволяет вам становиться более эффективным или делать сотрудников более эффективными. Но это дополнительный инструмент, это не основное, естественно, мы не призываем отказываться от всего остального. Поэтому первый тренд, о котором я хочу сказать, это смешанное обучение. То есть на фоне кризиса, к сожалению, сокращения бюджетов, мы все понимаем, что компании сокращают в первую очередь бюджеты на неочевидные вещи. А неочевидные вещи для всех компаний – это, к сожалению, обучение. Поэтому онлайн-форматы становятся популярнее, заменяя где-то оффлайновые форматы, но не исключая их полностью. И смешанное обучение помогает сотрудникам давать знания людям, физическим лицам, просто получать, при этом с наменьшенными затратами. Следующий тренд – это доступ с различных устройств. Я уже сказала, что пользователи хотят иметь возможность не только со своего рабочего компьютера или своего домашнего компьютера выходить на сайт, на ресурсы, смотреть какие-то курсы, но делать это тогда, когда им удобно, когда у них есть на это время. Например, в метро, если есть Wi-Fi, в электричке, в автобусе, стоя в пробке, включить что-то, послушать. Либо на даче, лежа в гамаке, попивая сок. Сок, да. Сок. Либо в какой-нибудь страны. Сидим, ждем пересадок. Любопытно, да, это интересно. Да, интересно. Я прям фиксирую это постоянно. То есть где-то каждый день кто-то в аэропорту слушает наши курсы. Ну, не только наши, безусловно. Следующим трендом является, наверное, развитие смежных навыков. То есть обучение направлено теперь не только на получение прям профессиональных каких-то знаний, навыков, требующихся непосредственно для данной специализации. Раньше в основном были курсы повышения квалификации, переквалификации, перепрофилирования и так далее. Сейчас все-таки много обучения направлено на развитие смежных навыков, которые помогут стать более эффективными как сотрудникам, так и просто человеку в личной жизни. То, о чем мы как раз говорили, начинали с тем, это риторика, публичные выступления, это soft skills все, time management, презентации, переговоры, жесткие переговоры и все, что с этим связано. Безусловно, в корпоративном образовании трендом является вариант взаимодействия сотрудник с сотрудником, некие социальные инструменты. Мы все в соцсетях, мы все там практически уже живем, поэтому каждый является экспертом. Это хороший повод поделиться с коллегами знанием, с друзьями знанием, дать какие-то рекомендации, поставить лайк тому или иному курсу, поделиться этой информацией в соцсетях. Показывайте себя экспертом и, в общем, рекомендовать своим друзьям и коллегам какие-то знания, новые навыки. Ну и никуда не деться без виртуальной реальности, новых форм геймификации, потому что не секрет, уже люди меняют реальность под себя. Есть устройства, которые, ну не знаю, ты спишь, у тебя умный дом, да, это называется это устройство. Человек просыпается, и этот умный дом понимает, что человек проснулся с помощью браслетика на руке, который рассчитывает его биоритмы, и начинает подогревать пол, разогревать чайник, и, не знаю, ставить кофе, еще что-то. Судя меняет у тебя реальность, а, соответственно, просто дать текстовую информацию или лекционную уже мало. Уже мало, к сожалению. Нужно как-то вовлекать больше, поэтому новые формы геймификации появляются, новые формы вовлечения. Пассивное потребление информации, к сожалению, уже убивает интерес. Все уже неинтересно, просто зайти почитать, к сожалению, интересно не всем. А знания нести хочется как можно большему количеству людей. Вот, наверное, основные тренды сейчас, которые будут развиваться, ну и виртуальная реальность, конечно же, включение виртуальной реальности во все аспекты обучения. Есть еще российские компании, которые позволяют с помощью виртуальной реальности обучаться в лабораториях. Вот, интересные курсы. Мы вот тоже разрабатываем и будем в 2016 году включать в свои программы тоже такие курсы. Я понял, ты на самом деле отличная иллюстрация смерти пассивного способа получения знаний. Это сцена из фильма «Большая перемена», где Леонов включает радиоприемник на ночь для того, чтобы выучить английский. Да, да, обучение во сне. Вот, слушайте, надо этот тренд тоже в следующем году как-то активно продвигать, использовать и пробовать на себе. Конечно, столько времени теряем зря. Понятно, конечно, ну 8 часов. 8, это вы шикуете, Алена. 6 минимум, да. Хорошо. Слушайте, я думаю, что вот эти 5 трендов – это хорошая точка нашей беседы, это будет хороший заголовок. Спасибо вам большое. Алена Мастер, руководитель направления Академии группы компании Headhunter, была вместе с нами по скайпу из Москвы. Спасибо большое и до встречи на YouTube. Субтитры подогнал «Симон»!